сколько в россии по-настоящему интересных и красивых мест о которых даже не догадываешься огромное количество причем зачастую не нужно ехать тысячи километров чтобы увидеть то что ты в жизни никогда открыть что-то новое получить море позитива и ярких эмоций от поездки на самом деле это легко нужно всего немного снаряжения канистра бензина и душевная компания так считает путешественник и журналист дмитрий илюшин который объездил изучил свой родной край ульяновскую область вдоль и поперек у меня произошло это 2010 году когда мне просили поработать водителем для создания туристского атласа я поработал сперва водителем потом описал множество достопримечательностей а потом понял сколько всего еще интересного здесь есть и этим увлекся и вот 2010 года я плотно по 50 экспедиции в год делают для того чтобы изучить свою область на самом деле было все не так просто сначала дмитрий занимался бизнесом и в кризисный 2008 год ему пришлось свернуть свое дело с трудом закрыв долги ему понадобилось искать новое ремесло и свое место в это непростое время он садился в машину уезжал из города и в полном одиночестве искал себя возможно сама природа подсказала ему верные направлении будучи человеком созерцательным он стал открывать для себя множество интересных мест и стал об этом писать именно вот в этом туристском атласе случайно я начал писать именно здесь я писал впервые протест скрипинские кучуры но чисто своих изданий начались уже чуть позже вот первым был вот это вот путеводитель уже по нынешним временам давно раритетное издание где-то 2012 по моему году я его издал а потом чуть позднее я уже издал наверное самую серьезную книгу своей жизни от 100 православных мест ульяновской области в этот период началась его активная общественная деятельность дмитрий создал клуб путешественников и стал еженедельно совмещать приятное с полезным вместе с группой единомышленников дмитрий продолжил активно изучать свой родной край и делиться накопленной информацией об исторических и культурных местах ульяновской области очень много ездили причем ездили какие планы брали карт ульяновской области собирались садились машину открывали карту и там где мы не были вот здесь чели поехали людям явно очень интересно узнавать о своем краю многое да то есть бывать новых местах открывать их для себя действительно очень много я очень с детства этим увлекалась и было какое-то время даже состоялась детской экологической экспедиции поэтому мне принципе очень интересно немногим позже его заметили в местном отделении русского географического общества а также в издательском доме газеты ульяновская правда куда он и предложил следующий свой проект цикл телефильмов о путешествиях ульяновской области совместно с дмитрий мы как-то обсуждали эту идею что вот а почему бы нам то же самое не сделать видео в видео формате благо у него есть знание у него есть опыт вот а у нас есть скажем так все необходимые технологии для этого ну вот и подойдя к высшитающему руководству к генеральному адиректору нашего издательского дома я изложил эту идею он ее сразу подхватил воспринял ну собственно вот так вот все начиналось в этом начинании его поддержали и дмитрий начал пробовать себя уже в теле журналистики на самом деле люди здесь начали селиться еще тысячи лет назад том берегу реки сура ходил свойство кочевников именно здесь хранилась педаторная икона за два года работы было создано несколько фильмов о его путешествиях которые рассказали более широкой аудитории о природе и богатствах родного края и открыли множество интересных фактов краеведческого характера от усадебного комплекса сейчас сохранился вы только дом врача мало кто из ульяновца знает что счесть этого врача у нас городе есть целая улица а называется она улица врача михайлова сегодня дмитрий не останавливается на достигнутом и продолжает развивать свой клуб путешествий в этом году он активно стал работать с подрастающим поколением и организовывать выезды школьников которые с неприкрытым интересом узнают и открывает для себя много нового например вот это языческое место под магическим названием скрипинские кучуры древнее поселение великанов здесь они жили совершали свои ритуалы и жертвоприношения о чем свидетельствуют эти капища археологические находки и записи древнего арабского путешественника ибн фадлана первой половины десятого века понравилась загадочность этого места чувствовать какая-то таинственная атмосфера очень интересно здесь прогуливаться смотреть на все эти камни представлять что здесь было раньше сейчас идет формирование новой команды совершенно других людей которые друг друга не знали но вот даже вот за это лето уже собралась команда людей которые стали друг другу узнавать живут в разных уголах города совершенно разного возраста кто-то фотограф тот сам бухгалтер него и вот если не среди них есть там 12 лет но как только взов кликнул куда-то едем там красивое место ехать отдыхать они с удовольствием поддерживать человек легкий на подъем увлекающийся поэтому как бы здесь это все само говорит имеет неплохие организаторские способности в купе вот мы как бы на выходе получили то что мы получили никто не знает каково его предназначение в этом мире но дмитрий пройдя через перипетии судьбы конечном итоге себя нашел главная цель в его жизни это служение людям нести знания и делиться находками открывать глаза на многие вещи которые в конечном итоге делают нас все наше общество лучше борис куломзин студии best media групп ульяновск